Рад всех приветствовать. Сегодня я действительно расскажу немного про именно нашу историю, про историю нашей компании, почему мы пришли к тому, чтобы построить небольшую видеостудию, и, собственно, что там есть, из чего она состоит, как мы ее используем. Почему мы пришли к формату вебинаров, зачем мы вообще все это придумали, и почему мы с этим работаем. Действительно, в наше время вебинар стал очень удобным средством, чтобы донести какую-либо информацию до нашего конечного пользователя, до наших клиентов. Изначально вообще у нас была практика, мы доносили информацию, обучали с какими-то семинарами, со всеми этими вот вещами, ездили по городам. У нас география большая, мы представлены во всей России, еще и Белоруссии, и Казахстан также. И, соответственно, чтобы рассказать нашим потенциальным пользователям, а также нашим партнерам о наших новых продуктах, новинках, мы всегда ездили в командировки. Делали это довольно часто, постоянно буквально из них не вылезали. Но в какой-то момент, когда мы поняли, что количество партнеров и потенциальных пользователей у нас становится все больше и больше, и чтобы действительно покрыть все это, всех этих людей, соответственно, нам необходимо ездить еще больше, либо нанимать какой-то дополнительный штат, тратить огромные деньги на командировочные расходы, перелеты, гостиницы и так далее. Тут встал вопрос применить какой-нибудь параллельный метод, не прямо заменить, но дополнить наши оффлайн мероприятия какими-либо онлайн вещами. Само собой, сделать это хотелось качественно, надежно, чтобы наши пользователи не расстроились качеством картинки или звука, то есть предоставить качественный именно контент, не то что с экрана, там с камеры, ноутбука. Сделать это действительно хорошо. И мы непосредственно построили такую небольшую видеостудию. Начали какие-то показывать вебинары, сейчас я чуть позже про это расскажу, что именно в ней у нас стоит, но вот этим летом, я думаю, все заметили, все столкнулись с переизбытком вебинаров на рынке, то есть из-за вот этой вот всей ситуации все были заперты дома, и производители, все вендоры начали представлять каждый день свои вебинары, действительно перегружая головы потенциальных клиентов. Вот, вебинаров стало действительно много, они уже начали всем надоедать. Какие-то ключевые моменты, наверное, стоит выделить, что важно именно для вебинара, чтобы его действительно люди не только открыли эту ссылку и посмотрели 8 секунд и закрыли, а продолжали смотреть до самого конца, то есть чтобы он зацепил, чтобы он был интересен. Ну, естественно, вот такие понятные вещи, как харизма непосредственно выступающего, интересный контент, который он преподносит, уважение к спикеру, может быть, это в случае, если это партнер ваш, например, ну и промоушен, насколько ли вебинар был раскручен. Наша тема обсуждения техническая, звук и видео. Действительно, качество звука и качество видео прилично влияет на то, насколько клиент заинтересуется вебинаром, насколько его посмотрят, насколько это вообще все нужно. Начнем с видео стороны. Вот на фотографии вы видите нашу небольшую такую вот студию. Сразу скажу, основной момент, от которого мы отталкивались, у нас не было отдельного помещения под студию, а было некое помещение, которое ранее мы использовали для демонстрации аудиооборудования. Какие-то небольшие прослушивания здесь были, тренинги и так далее для буквально нескольких человек. Это помещение площадью около 40 квадратных метров. Вот, и непосредственно мы решили его выделить под студию. И все вот эти технические решения, которые мы принимали, очень сильно были связаны с недостатком места. То есть мы много применили таких вещей, которые позволяют нам в этом ограниченном пространстве работать. Соответственно, из списка того, что есть по видео, это 3Caster Mini HD 4 версия. Камеры две у нас, одна на кране, одна на пьедестале Sony. Зеленый экран, чуть позже про него еще скажу. И два типа светильников. Это оба производителя LogoCam. Это C-Light 150 DMX. И это которая потолочная. Вот вы видите, интересное решение. Сейчас тоже про него скажу. И LED BM DMX. Это светильники на стойках. 3Caster, соответственно, мы используем практически под завязку. Иногда 3, иногда 4 у нас входа используются. Это две камеры и компьютер для непосредственно презентации. И подключен аудио через аудиоаналоговый вход. Маленький микшерный пультик для того, чтобы подключить туда звук. Все это улетает у нас через NDI поток на Mac, с которым, кстати, я сейчас с вами и разговариваю. И там формируется сигнал для трансляции непосредственно в YouTube или любой другой сервис. По поводу вот этих вот потолочных светильничков, действительно, очень удачное решение, потому что, чтобы подсветить зеленый экран, обычно используются действительно большие приборы, которые вешаются под потолком, чтобы хорошо это все сделать. Но в нашем ограниченном пространстве высота у нас здесь около 2,80 или 2,90. То есть это средняя высота потолка, наверное, в обычной квартире. Непосредственные светильники под потолком, они бы по-любому попадали бы в кадр и мешали. То есть от этого уйти бы никак не удалось. И компании ProLand было предложено такое вот интересное решение. Светильники линейки C-Lite, они устанавливаются, имеют формат Armstrong, да, вот этих квадратиков, вот устанавливаются прямо в потолок. И, соответственно, позволяют очень хорошо сэкономить место. Также глубина их посадочная небольшая. Это нам очень сыграло на руку, потому что за потолочное пространство у нас тоже там что-то около, там, от 10 до 20 сантиметров. И действительно удалось хорошо и качественно это все дело сделать. Сам зеленый экран тоже полу такой кастомный, потому что мы должны были его натянуть на рамки своего помещения. Мы не могли там собирать циклорамы какие-то и все вот эти вот проще мощные вещи. Нам необходимо было сделать это именно вот как у нас, вписать его в наше маленькое пространство. Была примена такая система на рейлах, которая, в принципе, успешно нами сейчас используется. Пару слов про звук, что используем мы и какие еще решения у нас есть, так как мы компания, которая делает звук. Также у нас есть некоторые решения, которые можно использовать для студии, для бродкаста. У нас используется основной микшер Yamaha TF-Rack. Это такой рэкового формата компактный микшер, опять же, в силу недостатка места, да, свободного. Он очень помог сэкономить место. Он непосредственно находится там где-нибудь на столе или под столом и с iPad очень удобно управляется. У него есть разъемы XLR и джек. Можно подключить к качественной предусилителе. Все нужные обработки, огромное их количество. Dante, который позволяет и записать на компьютер и передать там на Stagebox или на другую консоль. Ну и мультитач дисплей присутствует, через который можно все это дело управлять. И также у нас есть, здесь прям стоит второй микшер, такой компактный MG06, это аналоговый микшер. Если у нас задачи какие-то, нет серьезных задач именно по звуку, что там много каналов подключать, мы используем его, либо также другие отделы, например, отделы музыкальных инструментов тоже. Им иногда достаточно действительно вот такого компактного микшера, с которым можно справиться без знаний звукорежиссуры. То есть достаточно тут буквально две ручки, которые интуитивно понятно, как открыть, и звук уже непосредственно пойдет. Также, кстати, я хотел сказать про небольшое решение Yamaha G06. Это такой же микшер, как MG, но он имеет функцию аудиоинтерфейса. То есть это подходит для небольших вот этих стримов, если у вас нет задачи строить прям большую студию, но вы хотите звук на компьютер непосредственно отдать в поток. Вот такое решение можно использовать. Оно довольно популярно среди геймеров, стримеров, блогеров и так далее. Ну и, естественно, если у вас уже студия уровня Pro, у нас есть и соответствующие консоли, которые и в данный момент используются в различных студиях по всей России. Вот. CL-серия, QL и PM-серия. Мониторинг, как у нас обеспечен звук. У нас есть такие наши колоночки Yamaha HS5. Позволяет нам довольно качественно, хорошо тут все слышать, что происходит. И непосредственно наушники HPH и MT8. В них как раз сейчас я и сижу. Для мониторинга звука отличное решение. Для студий, которые уже непосредственно чуть больше действительно на масштабах, иногда требуется перейти из одного формата в другой. Вот у нас есть от компании Yamaha два таких интерфейса. Rmio 64D и Rseo 64D. Rmio это Madi интерфейс. 64 каналы Madi и Naught. Оно переходит у нас в Dante. Rseo это наборный такой интерфейс, который является мостом из Dante во что-либо еще. Уже там огромное количество 30, больше 30 MY-карт в него вставляются. И вы можете там, не знаю, в AES, в какой-либо другой интерфейс, в AES, соответственно, перейти. Также есть Sample Rate Converter. Частоту дискретизации тоже может это дело поправить. Вот пример системы, которая может использоваться в студии, наверное, среднего или чуть выше среднего масштаба. У нас есть консоль в аппаратной, которая стоит, к ней подключены колонки, наушники. Есть StageBox некий, который стоит непосредственно на площадке, куда забираются все микрофоны. Также есть Rmio, который, может быть, Madi какой-то принимает. Все подключено в общий сетевой интерфейс, в коммутатор. И все это по Dante обменивается сигналами. На компьютер идет запись. И из QL5, из консоли, выходит любым методом, хоть аналогом, хоть Dante, хоть AES, хоть Madi. Все это непосредственно куда-то на Embedder или дальше, куда у вас там по тракту это должно идти. Вот пример системы. По Post-Production также хотел показать. Есть система Yamaha Nuage. Она позволяет управлять. Это такой большой контроллер для Nuendo. Подходит для каких-то студий, где происходит озвучка, либо эфирные студии также иногда используют ее. Непосредственно это такая вещь, которая позволяет быстрее управляться с аудиоредакторами, такими как Nuendo.